Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. А Вера Абтемьевна приехала? Да. А Женя где? Без понятия, если честно. Ну и чего? Черт тебе что творится? У нас хоть кто-нибудь эту Эвердику видел? Лина, Лина, Эвердику не видела? Нет. А что случилось? Да никак Аню найти не можем. В смысле? Так спектакль скоро начинается. Так скоро начинается, да. А как же... Саня, Саня, Эвердику не видел? Нет, не видел. Твою мать. Женя, Жень, выпусти меня. Я смотрела все репетиции, я знаю все. Женя... Да погоди ты! Женя! Он сказал, погоди! Вера Артемьевна? Пожалуйста, Жень. У нас форс-мажор, мы Аню найти не можем. Жень, я могу. Да, я могу выпустить другую актрису. Лину. Говорит, все знает. Говорит. Хорошо, спасибо. Бегом, бегом, Ваня, на примерку одеваться. Ты точно сможешь? Да, да, Жень, смогу. Твою мать. Ну, что за черт, Аня? Твою мать! Вера Артемьевна, у нас ЧП. Мне в колдовку срочно нужен врач. Я сейчас приду и все объясню. Как же красиво. Орфей, знаешь, комната, которая была утром чудовищно страшна, теперь прекрасна. Теперь мы вместе. И даже самый грязный уголок этого мира будет казаться нам раем. Сыграй что-нибудь повеселее. Ты уволена. За что? А ты не понимаешь, да? Нет, Вера Артемьевна, не понимаю. То есть актрису главной роли находят почему-то спящий, почему-то в колодовке, который почему-то ничего не помнит, а потом у тебя в гримерке находят снотворное. Все равно ничего не понимаешь, да? У нас спектакль был под угрозой срыва. Вы сами прекрасно видели. Я хорошо сыграла. И мне аплодировали, и меня вызывали. Это была моя роль. Все лучше, чем в массовке сидеть. А тебе только главные роли, да? И первые составы? Да. Вот здесь текст новой постановки. Там одна главная руль. И она может быть твоей. Садись. Садись. У меня есть сын. Зовут его Влад. Он твой ровесник. И он слепой с детства. В общем, месяц назад он сбежал из дома. в квартиру отца. Она ему по наследству досталась. На звонки не отвечает. Дверь не открывает. Что я должна сделать? Ну, ты должна помочь мне вернуть его домой. Как? Влад сейчас сдаёт комнату в квартире. Ну, чтобы заработать. И ты снимешь у него эту комнату. Привет. Помочь с чемоданом? Тебя как зовут-то? Ты что, не Майя? Эй, я с тобой разговариваю. Ну, чё ты там? Давай заходи уже. Привет. Я Лина. Здравствуйте. Проходите. Извини, что задержалась. Я собирала вещи. Ничего страшного. Ваша комната вторая по коридору. А дальше кухня. Так что экскурсию не провожу. Ну, располагайтесь. Он всегда был наивным. В детстве, когда выходил один без меня на улицу, дети всё время издевались над ним, обзывали его кротом. А он всё время просился к ним. Ну, хотел быть как все. Он не понимал, почему его не любят. Я не могу допустить, чтобы он снова почувствовал боль. Он должен жить со мной. Кроме меня, защитить его некому. Тебе нужно, чтобы Влад влюбился в тебя. Он должен довериться тебе во всём. И когда это случится, сбеги. Забери с собой его отцовскую коллекцию пластинок. Она ему дорога. И деньги. Он всегда хранит их, где ты в конверте найдёшь. Пусть он поймёт, что его ждёт без меня. И всё. Сможешь? И главная роль твоя. Ну? 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 И главная роль. Друзья, встречайте, а вот и наш постоянный гость. – Привет, дружище. – Привет. Часто он здесь? Последнее время часто. Чуть ли не каждый день приходит играть. Мне не жалко. Парень талант. Время идет, я не могу сидеть на месте. Сколько молчать я должен, черт бы все побрал. Рушатся стены от моей безумной песни. Но и тебя я по кусочкам собирал. И знаю я, что не найти пути нова. Чем рваться, высшибать преграды на пути. Страшно прожить в молчании, не сказав ни слова. Громче звучи мой голос. Дальше лети. Я руки к небу подниму. Дай солнце силы мне, чтоб громче петь. И я тебя найти смогу. Лететь, а не стоять на месте. Эй-эй-эй, погоди. Я смотрю, ты музыку любишь. Пойдем куда-нибудь. Я сыграю. Женя, успокойся. Она со мной. Понял. Ну, пойдем. Слушай… Зачем пошла? Я просто хотела… Просто что? Такое ощущение, что ты следишь за мной. Подожди. Я приехала в этот город вообще одна. У меня здесь никого нету. Я понимаю, это все выглядит странно, но… И ты пойми меня тоже правильно. Мне правда очень одиноко. Я понял. Ладно, шпион. Пойдем домой. Влад, прости меня, что следила сегодня. Забудь. Ты меня тоже извини. Ладно? Может, посидим? А то так и не познакомились. Ты правда сегодня очень круто играл. Спасибо. Пытаюсь заработать на запись альбома. Подожди. То есть то, что ты сегодня играл, это… Да. Мое. И давно ты играешь? Давно. Наверное, от отца. У него только одна мечта была – все время слушать музыку. А у меня играть. Хорошая мечта. Прикуришь? Спасибо. А я вот хочу играть на сцене. Ты актриса? Я вот себе так часто представляла, как было бы круто, если бы ты вышел на сцену и сразу известность. Без всей мороки с репетициями, прогонами. Раз – и все тебя любят, аплодируют тебе, цветы несут. И ты уже признан. Ну, окей. Вот стала ты актрисой, да, супер известной. Или я рок-звезда. А играть про что? Ну, с чем выходить на сцену? Или, окей, как я пойму, что моя музыка не дерьмо? Мне кажется, если известность не за талант, то лучше бы о тебе вообще никто не знал. Но талант у тебя точно есть. Правда. Ты бы видел сегодня лица людей, когда они тебя слушали. Ты знаешь, у меня с этим вообще проблемы. С чем? Ну, с лицами людей. Ты правда удивительный. Спасибо за чай. Я пойду. Да. Все прекрасно. Да, Вера Артемьевна, не переживайте, я справлюсь. Та-а-а.. Парад, парадка закрытая. Вот и... О, привет, немая! Слышь, погоди! Да постой ты, ну! Руки убери! Слышь, отвали от нее! А что такое, Крот? Отвали от нее, я сказал! Проблемы какие-то! Ром, шланг забей, пойдем! Погоди! Че, какие проблемы? Не, у меня проблем нет! Че ты лезешь? Че такое? Ромыч! 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 Ромыч, блин! Че делаешь, инвалиджием? Живой? Лина? Ты как? Ты нормально. Порядок! Давай, тихо-тихо! Стою, 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 стою! Нормально? Нормально. Ты чего вернулся-то? За хлебом ходил. А за тобой, я смотрю, нужен глаз да глаз, да? Держи. Ага, спасибо. Давай. Спасибо. Да просто. Слушай, а давай прогуляемся? Прогуляемся? Да. С меня кофе. Да ладно. Я понимаю, что он в принципе-то прав. Он приходит, говорит, возьми струны на столе там. А я понимаю, что я-то не знаю, где стул. Вот так. Слушай, спасибо, что защитил меня сегодня. Ну все, перестань. Ну правда, мне было страшно. Серьезно, хватит. Слушай, если это у тебя благодарность инвалидам такая, то прекрати, ладно? Стой, идиот. Что? На. Что на? Завязывай. Что завязывай? Глаза мне завязывай. Зачем? Завязывай. Ну и? Руку. А теперь покажи мне город. Ты издеваешься? Нет. Я доверяю тебе. Покажи мне свой город. Ну что? Мы пришли. Где мы? А как ты чувствуешь? Ну что вокруг тебя? Не знаю. Пустота. Хорошо. А ты представь что-нибудь вместо пустоты. Ладно, давай. Сделай шаг вперед. Не бойся, я держу. Аккуратно. Мы у реки, да? Нет. Мы у моря. А впереди знаешь что? А впереди горы. Пахнет водой, вечерней прохладой. А совсем рядом слышно, как люди открыли окна, сели на кухне и разговаривают. Но только знаешь, обязательно о чем-нибудь очень важном. Ну, о смысле жизни, например. Или о том, какой красивый будет закат. И ты все это себе можешь представить? А ты можешь представить, как выглядит человек? Конечно. Знаешь, я просто прикасаюсь рукой к лицу и представляю. А хочешь узнать, как выгляжу я? Нет, зачем? Голос у тебя сносный. То есть так, да? Да. А я вообще-то жутко красивая. Да что ты? Вообще-то да. Мал. Хочешь, проверь? Ну, раз жутко красивая… Пойдем домой. Ну, как? Включила. Класс. Это папина коллекция пластинок. Я, когда сюда переехал, их нашел. Тетя сказала, что он их всю жизнь собирал. Представляешь? Подожди, так их мало ведь. Это раритет. Ну, тебе виднее. Я бы поспорил. Слушай. Я первый альбом тоже на виниле хочу записать. Продолжу папину коллекцию. Это же очень дорого. И не говори, да. Но я уже почти накопил. Пришлось, конечно, продать кое-что из квартиры. Но это же того стоит. Что-то важное? Нет. Нет. Знаешь что? А давай устрем пикник. Пикник? Угу. Хорошо, где? А, прям тут. Только нам чего-то не хватает. Еды. Я жутко голодная. Я тоже. Давай, значит так. Ты идешь на кухню мыть посуду, а я иду за едой. Отличный план. Договорились. Только быстро. Хорошо? Хорошо. Давай. Скоро буду. Есть. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аккуратней Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет-нет, я здесь все давай приберу, а ты вещи собирай. Влад. Ну? Все хорошо. Мам, все хорошо. А что это такое? Привет. Здравствуйте. Прости, я немного опоздала, но зато принесла все к пикнику. Что ж, бывает. Проходи. Мама, это Лина. Моя соседка. Лина, это моя мама. Давай пакет. Очень приятно. Мне тоже. Мам, ну, как видишь, пикник немножко перенесся. Так что оставайся. Да нет. Мама, я тебя прошу. Сынок, у меня дела. У меня завтра репетиция утром. Тяжелая. Надо подумать. Позвони мне. Я позвоню тебе завтра. Пока. Ну? Мне кажется, тебе есть что мне рассказать. Время идет, я не могу сидеть на месте. Сколько молчать я должен, черт бы все подрал. Рушатся стены от моей безумной песни. Но и себя я по кусочкам собирал. И знаю я, что не найти пути иного, чем рваться, вышивать преграды на пути. Страшно прожить, молча, не сказав ни слова. Громче звучи, мой голос дальше лети. Я руки к небу подниму. Дай солнца силы мне, чтоб громче петь. И я себя найти смогу лететь, а не стоять на месте. Я тебя не знаю. 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 Я тебя не знаю.